Вы недавно, насколько я знаю, были в Херсоне. Какова сейчас там ситуация во всех планах? И в социальном для простых людей, и в политическом, ну и военном. Ну, давайте будем говорить так. Власть новая, она молода. Всем понятно, что Россия уже не уйдет с Херсона. Точка поставлена. Все формируется под законодательство Российской Федерации. Мы видим тенденцию, что идет заход рубля экономически во всех базовых отраслевых позициях. Выстраивается банковская система потихоньку, выстраиваются взаиморасчеты рублем. Гривна вытесняется. Она все равно вытеснилась, но ускорительный процесс идет. Это связано с тем, что Украина сама фактически себе обрубует ноги, руки в переносном смысле этого слова. Она фактически парализовала всю экономическую систему. Она парализовала все социальные позиции, рыночные позиции. И фактически отказалась от Херсонской области. Естественно, людям никто не даст умирать. Поэтому в данный момент рубль начал заходить. Появились товары с Крыма. А в Херсоне, с Херсона в Крым повезли тоже товар взаимно. Поэтому уже товарообмен с Крымом и с Россией состоялся. Это экономическая составляющая. А вообще отношение простых Херсонцев, простых людей к смене власти? Потому что мы недавно смотрели оттуда интервью. У многих пропаганды украинской мозги промыты, скажем так. Давайте будем говорить так. Восемь лет надевали кастрюлю на голову. А потом брали ложкой и стучали по этой кастрюле. Звон будет еще долго идти. Потому что профессионально все это делалось. Поэтому вот это все сходить будет очень тяжело. Мы должны говорить о последствиях. Мы должны говорить, как вернуть умы. Мы должны говорить, что мы должны сделать для того, чтобы этот звон в головах кастрюли прекратился. Второй фактор. Это люди запуганные. Хотим мы не хотим. Каждый день украинская власть, украбандеровцы, нацисты, ВСУ постоянно стреляют по Донбассу. Пример бой по Херсону. Стреляют по Херсону, как и по Донбассу. Примерно, если бы сегодня ПВО не работало, российское, ну, семь дней, а может быть меньше, Херсон был бы стерт с лица земли. Я уезжал туда две точки У. Звоню туда каждый день. Стреляют, обстреливают. И так далее. То есть, потом обвиняют непосредственно Россию. В том, что ситуация поддерживается за счет того, что идут массовые поставки все-таки запада оружия. Конечно. И Европа, и США. Конечно. Если бы в данный момент не было поддержки с Европой, с США, и этого лингвиза не было, конечно бы уже бы эта война прекратилась. Европа не хочет этого, а вернее идет на поводу у американцев и англичан. Ну, давайте будем говорить. Европа это ослик, а английская, будем говорить, удочка типа этого сделана. Привязали веревочку, а впереди, перед остыком, морковку привязали на веревочке. И это ведут на убой. Фактически от таких действий в будущем будет страдать непосредственно Европа. Но все-таки Европа уже немножко разочаровывается, скажем, в своем украинском проекте. Кто-то уже не дает денег, кто-то уже понимает. Сколько Европа еще будет понимать, что им стоит уходить уже? Как не надоест Англии и не надоест непосредственно Америке. Самое главное заводило в этой трагедии, это вот эти две страны. Которая одна находится за океаном, а другая недалеко находится от Европы, через Ла-Манш. И все. Вот им надоест и это все закончится. А в данный момент не тешьте себя иллюзиями. Никто этот процесс, который они ждали больше 70 лет, не будет останавливать. Попали в капкан россияне, попали в капкан украинцы. Мы единый народ, нас разделили. Они смогли этому добиться. Поэтому не надо говорить о времени. Доллар можно напечатать сколько хочешь, вот так. Списывать на войну можно сколько хочешь. Все зависит от победителя. Вы знаете, победителей не судят. Вот это все прекратится очень быстро и сразу, если, допустим, что-то шваркнет в Европе. Потом где-то недалеко на острове в Англии. И потом где-то появятся ракеты. Ядерной войны не будет. Но к третьей мировой мы идем. Мы просто этого не замечаем и не открываем глаза людям. Поэтому в данный момент, сегодня настолько все так глубоко зашло, что все зависит непосредственно от матушки России. И тех народов, которые сегодня поддерживают Россию и Владимира Владимировича Путина. То есть от союзников, которым находится в орбите России. Вот как бы я это сказал. Поэтому в данный момент рассчитывать на то, что Европа остановится, нет. Кулак сформирован. Мы видим, что рейх 21 века организован. Вы же посмотрите, кто финансирует Украину. А возьмите калькул в Великой Отечественной войне и Гитлера возьмите. Кто финансирует? А почему вдруг появился обратно лингвиз? Мы же понимаем, что за этим стоит. А почему вывозится зерно? То есть сценарий, он один и тот же. Продолжение Великой Отечественной войны. Только с другими последствиями. И с другими тяжелыми исходами. Ведь есть раньше с автоматами и с пушками, а сегодня это ракеты. Сегодня это уже другая война. Современная, более насыщенная, более кровожадная, чем даже была та война. Поэтому остановить эту войну может только Россия. Я не верю в то, что сегодня Европа, Америка, Англия может пойти на какие-то примирения. Гипотетически. Вот сегодня происходит гибридный захват Украины со стороны Польши. А это не продолжение войны. Это гибридный, без военных действий. Но Россия проводит спецоперацию. Она точечно бьет по объектам, которые несут в себе очень тяжелые последствия и военные действия. Она прекращает войну, если трактовать. А кто-то отказался от захвата Польши? Нет. Что за этим последует? Там, внутри, в Западной Украине, нацисты придут против нацистов. Если не зачистить это поле. А орбита это чья? Интересы это чьи? Россия. А теперь давайте смотрим. Выжженная земля. Мы сегодня видим, что творится на областях. Мариуполь. Слава Богу, Херсону повезло. Запорожье более-менее повезло. Другим там повезло. Но чем дальше мы идем на Украину, это Николаев Одесса. Вы посмотрите, какие они методы используют. Вот это и есть. Выжженная земля. А для чего это делается? Это делается, чтобы создать побольше проблем России, чтобы она не смогла встать с колен. Потому что Европа, Америка и другие страны, которые сателлиты являются этих англосаксонов, они не будут строить. Будет строить Россия. Значит, это что обозначает? Это обозначает, что развитие России и других республик, которые войдут сейчас после спецоперации, будет гораздо хуже, медленнее и так далее. Да, и плюс, давайте будем говорить так. А человеческие потери кто-то возместит? Если вот так разобраться. Никто же их не возместит. Поэтому в этом есть проблема. И этим нужно заниматься. Я могу одно с уверенностью сказать, что сегодня, как никогда, нужна поддержка Путину, власти и людская такая поддержка. И не забывать, что вот Киев разрушен, а Москва недалеко. И если взять аналогию, то это может все прийти в Москву. Не будет такого красивого Питера. Поэтому над этим надо задуматься.